В нашем эфире Игорь Эйдман, российский социолог и журналист. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Добрый день. Неслучайно, видимо, количество сторонников прекращения войны и сторонников переговоров в России с каждым днём становится больше. От олигарха к сапожнику, как говорит Михаил Подоляк, все начинают понимать, что время заканчивать. Вы согласны, Игорь? Ну, я не стал так уж это всё абсортизировать, потому что есть определённая такая партия войны до победного конца. Она присутствует и в информационном поле, и в политической элите тоже. Это не большинство населения, не большинство верхушки пращей, это скорее меньшинство, но оно очень активное и агрессивное. Прежде всего, эта партия войны до конца, такая радикальная воинственная партия в верхушке, она ассоциируется с персоной, с фигурой такой зловещей господина Пригожина, отчасти Кадырова, отчасти в партии вот этого беснующихся сторонников войны входит бывший президент, а ныне спятивший алкоголик, маразматик Дмитрий Медведев. Среди пропагандистов много таких отвязных сторонников войны до конца. Да, но с ними-то понятно. А вот на уровне простых людей, простых россиян, ведь вы наверняка тоже согласны, что люди просыпаются. И если мы с начала войны, когда для нас все было понятно, что это именно война, что Путин бьет по гражданскому населению, убивая наших детей и женщин, разрушая наши города, мы понимали, что это трагедия и удивлялись, почему россияне не понимали и не останавливали это внутри своей страны. Что сейчас меняется? Да, россияне не протестуют всей страной, но уже просыпаются. Почему? Что теперь включается? Правда просачивается? Страх открывает глаза? Нет, дело в том, что есть, я это довольно часто повторяю, есть некая стабильная в обществе партия мира и партия войны. Это где-то там по 15-20%. Но эти люди, их позиция не меняется, они жестко, те, кто за войну, жестко за войну, а те, кто за мир, они жестко за мир. Но большинство населения — это вот такое болото, да, то есть ни вашим, ни нашим. То есть люди, которые пребывают в каких-то розовых своих фантазиях, которые им создает российское телевидение. И вот среди них очень медленно, но какие-то перемены начали происходить. Среди них начали происходить перемены, и начинается действительно более популярной стала идея мирных переговоров и прекращения войны. Они пока не стали против Путина, они не понимают до конца, что это война захватническая, что она провальная для России. Но они бы хотели, чтобы она закончилась. Почему элементарно? Потому что она идет уже довольно давно, успехов видимых не видно, победы, которые мы обещали в телевидении, да, всякие пропагандисты, не видно. Ну раз нет победы, ну давайте хоть мир заключим. То есть если Путин думал, что Европа устанет от войны, так теперь россияне первые, кто устает от этой войны. И теперь давайте о российском обществе еще. К переговорам склоняется преимущественно молодежь и люди до 44 лет. Это последние данные российского оппозиционного проекта Russian Field. Опрошенные люди старшего возраста чаще заявляли о необходимости продолжать эту так называемую спецоперацию. Почему так? Что это за такой разрыв поколений мы наблюдаем в России? Молодые за мир, а старшие за войну, по сути. Да, эта тенденция уже не сегодняшняя, она все время, все время вот это вторжение, агрессия. Молодежь всегда дает более такие миролюбивые, более оппозиционные, менее пропутинские ответы, чем старшие поколения. Объяснение два. Первое чисто техническое, что молодежь не смотрит и мало смотрит телевизор. Молодежь пользуется интернетом и поэтому вот этот зомбоящик молодых людей чаще всего не зомбирует. Чем старше человек, тем, это тоже статистика известная, тем больше он сидит около телевизора и, соответственно, тем сильнее на него влияет зомбоеж. Поэтому самые ура-патриоты, которые хоть завтра, значит, на войну, это не слезающий из диванов пенсионер. Значит, это первый. Второй, вообще, пудинский фашизм, он, как я уже неоднократно говорил, он такой немолодежный, не вдохновляет он молодежь. Он скорее для пенсионера. Так, социолог Игорь Эйдман в нашем эфире говорит о путинском фашизме, о том, что он скорее для пенсионеров. Но я бы хотел с этим поспорить. Путин сам, в отличие от других фашистских диктаторов, он не такая яркая фигура зажигательная, чтобы зажигать молодежь на какие-то подвиги. Но вспомните бесноватого Гитлера или актера Муссолини, которые активно и умели, значит, зажигать массы, и особенно молодежи. Путин умело находит других зажигательных фигур. Игорь, давайте сейчас обсудим. Это буквально повергло в шок. Это из последних событий в самой России. И марш, который на днях прошел в Москве. Там и молодые, кстати, люди, и постарше, в очень странной и по-настоящему страшной манере призывали ударить ракетами по Вашингтону, по центру принятия решений. Именно так скандировала эта толпа. Вот и зажигательная фигура. Давайте послушаем. Вашингтон! На Вашингтон! Встречся, Иван, Ахмат, запрожайся, Дон, Сармаду! По центру принятия решений. На Вашингтон! По центру принятия решений. На Вашингтон! Повергные задания в ракеты Сармад. На Вашингтон! Весь Сармад по городам врага! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Игорь, во-первых, мы выяснили, что ракеты Сармад не существует в России. Мы только что говорили с военным экспертом. Он сказал, был один экземпляр, и тот развалился, и теперь даже макет не могут построить. Что это, Игорь? Что с этими людьми? Это же... Да, это же известная компания, но, так называемая. Это известная в России компания фриков. Клоунов и фриков. У них там есть депутат, я просто забыл его фамилию, но, по-моему, не стоит того, чтобы о нем помнить. Абсолютно сумасшедший персонаж, абсолютно конченный клоун. Ну и компания фриков, он, кстати, богатенький, Буратино. Возможно, он им платит. Возможно, им платят какие-то российские спецслужбы или еще кто-то, чтобы... Слушайте, на первый взгляд, вроде бы прилично одеты, наверное, хочется верить думающие. Но как? Как они могли принять участие в этом страшном фарсе? С этим заводилой, зажигательная фигура, да, который пытается читать некий рэп под Квинновскую, вывел Ракью, какой-то паноптику. Не знаю, как еще это назвать. Ну, я же говорю, это компания фриков абсолютнейших. Значит, там есть какие-то фрики идейные, ну, как секта. Они действительно помешаны на антиамериканизме, антизападной риторике, они теории заговоров и так далее, и так далее. Ну, сумасшедшие. Что возьмешь? На них не стоит обращать внимание. Я думаю, российские власти их пиарят сознательно для чего? Для того, чтобы демонстрировать Западу, что мы здесь не самые, в этой психушке, мы не самые буйно помешанные, что есть у нас еще в палате персонажи, которые еще более дурные, чем мы. Больше ничего, по-моему, их не содержит. Потому что влияние у них ноль абсолютно в стране. Послушайте, но все-таки вот этот марш, он какой отклик по задумке авторов должен найти у россиян? Как-то что, всех во душе есть? Я думаю, что россиян этот отклик не должен найти. Как я уже сказал, я думаю, что эти игры рассчитаны на зам. То есть им надо показать, что в их психушке есть еще более буйные, чем Путин. И поэтому, мол, не надо дотушивать Путина с кампанией, а то придут вот такие, как этот Федоров, по-моему, или кто там у них депутат? Да, Федоров по фамилии. Сумасшедший этот депутат, который этот нод, собственно, и создал. И его еще используют для того, для всяких провокаций, диверсий против оппозиции российской. То есть эти нодовцы там прыскаются зеленкой в лицо оппозиционеров. Ну, то есть такая самая гнусная и ничтожная отряд российских, по сути, спецслужб. Никакого влияния, как я уже сказал, они не имеют. Это ноль просто зеро. Слушайте, ну все-таки россияне, как вы считаете, они сейчас задумываются, в каком государстве, в какой стране они сейчас живут? Что это государство изгои? Что это страна террорист? Причем речь даже не идет о терроризме по отношению к Украине. Мы-то это прекрасно понимаем, весь мир это понимает. Но речь же сейчас ведь идет и о террористической политике Путина по отношению к своим гражданам. Ведь терроризм это демонстрация какого-то ужаса, публичное устрашение людей. Ведь такими маршами, открытыми репрессиями внутри страны по отношению ко всем несогласным, какими-то жуткими казнями, которые совершают российские солдаты, это ведь устрашение и самих россиян, а значит терроризм. Россияне это в состоянии оценить и понять? Ну, россияне, это только Путин считает, что россияне это единое какое-то целое. Это в тоталитарных странах так рассуждает о народе. В действительности россияне разные. Есть, как я уже сказал, меньшинство, которое активно все понимает. Часть этих людей уже уехало. Уехало очень много людей, уже больше миллиона точно. В одну Грузию уехало, в том числе и транзитом из Грузии, в другие страны около 700 тысяч. Так что можно предположить, что это в миллионы уже уехали. И часть из них остается в России. Выступать они не могут, боятся, потому что их сразу же посадят, как многих уже посадили. Но это как бы адекватные люди. Есть отмороженные фашисты, которые хотят крови украинцев, которые реально хотят разбобить весь мир атомной бомбой и так далее. Есть, как я уже сказал, большинство, в общем-то, по сути, аполитичные, которые просто не то чтобы даже боятся, а просто мысль в мыслях себе не может представить, как это можно выступить против своего государства, против своего президента. Они это все оценивают таким образом, что это не Россия превратилась в страну террориста, а они им так внушают, и они в это верят, потому что они смотрят телевидение, что это, значит, запад, подлый запад, значит, ополчился на бедненькую, несчастненькую, значит, овечку, раздолье или Россию, да, и, значит, хочет нас свести, сжить соцвету. И только благодаря Путину мы еще как-то от них отбиваемся. Вот такую картину мира создает телепропаганда, и она воспринимается, скорее всего, относительно большинства населения. Кстати, о телепропаганде. Весь этот страх, эту ненависть, все это раздувает и масштабирует российские средства массовой информации. Привычно как-то считать в развитых странах, что кто-кто, а вот журналисты должны понимать, что происходит на самом деле, и какую грязную работу заставляет их делать. Что с российской журналистикой? Неужели там поголовно все потеряли профессионализм и совесть? Ну, это как из населения, все по-разному. И есть значительное число честных журналистов, которые или уехали из страны, или пытаются в стране что-то делать. Есть остатки оппозиционных СМИ, но они все делаются, все теперь за рубежом, практически все. В том, что в странах Балтии множество коллег-журналистов работает в разных СМИ. Значит, некоторые люди пытаются и в России что-то делать, но это практически невозможно. Это какие-то полуподпольные интернет-сайты, которые блокируются. Есть фашисты, окровенные среди журналистов, бывших журналистов, там Соловьев, Киселев, какая-нибудь Симоньян. Это идейные фашисты. То есть они и продажные, конечно, но они и идеологические тоже фашисты. И есть масса людей, которые вообще плевать на все, и они работают на того, кто платит деньги. Им так внушили еще в 90-е годы, что пришел рынок, и теперь, прямым текстом так власти говорили, пришел рынок, и теперь журналист обслуживает хозяина. И должен, значит, не вякать, а место его в буфете. И должен обслуживать хозяева. Они считают, что у них хозяин государства, или там какие-то олигархи про-путинские, они им платят бабки, значит, они должны любую прихоть исполнить за их деньги. Когда путинский режим падет, они первые побегут его разоблачать. Тоже, естественно, не бесплатно. Что ж, ну, тогда спасибо тем, кто не потерял совесть и не прогибается. Игорь, и вам спасибо. Игорь Эйдман был в нашем эфире. Российский социолог и журналист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова